Детская и юношеская спортивная школа превратилась в центр фехтования на рапирах Уральского федерального округа. В Полевской съехали сильнейшие фехтовальщики нашего региона, дабы выявить лучших среди молодежи до 23 лет. Нужно отметить, что по сравнению с прошлыми соревнованиями по фехтованию, которые проводились в детско-юношеской спортивной школе и были всероссийскими, на этот раз количество участников было несколько меньше и в зале во время поединков было заметно тише. Сегодня фехтуют профессионалы, они уже более к финалам свои эмоции проявляют, а малыши, они за каждый укол кричат. Помимо сильнейших команд из городов Уральского федерального округа, где культивируется фехтование именно на рапирах, на первенство приехала и достаточно сильная сборная Уфы, славящаяся своей юношеской командой. К сожалению, не все города приехали, потому что турнир переносился. Непонятно опять было залом. Спасибо директору нашей школы, что вновь разрешила нам провести этот турнир. Но присутствуют, я могу сказать, все сильнейшие фехтовальщики Уральского федерального округа. Вообще сейчас Полевской стал центром фехтования. Я вам просто открытым текстом скажу и передать всем, по всей республике, по всей России, что кроме Полевского мы не можем нигде проводить соревнования. Нет у нас зала. В Екатеринбурге нет зала, где провести даже элементарно. Поэтому вся нагрузка ложится на Полевской. И слава Богу, я рад, что здесь выросло много чемпионов и пускай дают традиции. Сборная Полевского насчитывала 11 траперистов и у многих наших фехтовальщиков были все предпосылки на попадание как минимум в финалы в своих возрастных группах. Но в итоге лучший из Полевчан Миша Москалев занял только пятое место и седьмым стал Андрей Юров. А в командном первенстве за вход в финал в Полевчане в составе Миши Москалева, Дмитрия Невзорова и Евгения Черевко выиграли у команды из Екатеринбурга 45-44, а в финале проиграли у Фе 43-45. В этом календарном году в детской юношеской спортивной школе еще планируется провести 23 декабря турнир на призы Деда Мороза для маленьких спортсменов. Фехтовальщикам постарше предстоит участие в двух турнирах на выезде, а с января наших раперистов уже ждет старт нового сезона. Сезон был очень удачный. У нас Москалев Михаил уже попал на Спартакяду, учащийся, который пройдет летом в Пензе. Попал в рейтинг сборной России. Ну и удачно. В южной части Полевского в спортсооружении, что на Хохряково 39А, прошел первый после долгого перерыва турнир по боксу «Бойцовский ринг». На протяжении двух дней южная часть стала центром бокса. Порядка 10 лет в южной части Полевского они проводили соревнования по боксу, хотя раньше они были регулярными и собирали большое количество участников. Я знаю, что у вас по кикбоксингу, по тайскому боксу проходили здесь турниры. А по боксу, ну вот, может, это не первый турнир, но вот я лично по боксу на первый турнир к вам приехал. И вот первый после долгого перерыва турнир собрал более 90 спортсменов разного возраста, представлявших Екатеринбург, Арамиль, Первоуральск, Каменск-Уральский и, конечно же, Полевской. А одну пару даже сформировали девушки. Сборная хозяев была самой многочисленной и состояла из 27 бойцов. Сделали номинации, то есть общекомандные кубки за первое, за второе, третье место. Ну, думаем, то есть возьмем первое место, надеемся на это. Ну, а вообще, то есть наша цель проведения турнира, это в первую очередь, как можно больше привлекать детей, подростков, молодежи к развитию, то есть занятиям спортом, особенно боксом, то есть в Полевском городском округе. Вот, а также, то есть цель, задача, то есть популяризация олимпийского вида спорта в городе Полевском. Ну, уровень у каждого разный. Есть новички, есть ребята уже поопытные, есть ребята даже, которые выигрывали Уральский федеральный округ, которые область выигрывали, состав сборной команды Уральского федерального округа входили. Есть такие ребята, тут немного их, но они есть. То есть, ну, уровень разный. Много приехало, которых боев спортсменов, особенно в 2002 года, где по 50 боев я видел, по 40. То есть, ну, и есть новички, которые первый раз будут выступать на турнире, которые именно, они будут, думаю, сегодня переживать больше всех. Поединки получились по-настоящему жаркие и темпераментные, хоть турнир новый и практически венчающий календарный год. Но на ринге ребята демонстрировали не товарищеские спарринги, выкладывались на все 100%. Дружеские турниры, то есть, кто-то перед основными стартами приехал побоксировать, набрать боев, как говорится, там продышаться, прочувствовать ринг. А кто-то тут мало, мало вообще в области и по городу, в принципе, по Екатеринбургу, где боксируют именно маленькие ребята. То есть, кому-то по 10-9, 8 лет мало. И вот первые турниры такие для них, это как бы очень важно. То есть, они выходят, боксируют, набираются опыта и как бы сами себе настроение поднимают, радуются. Я считаю, почаще таких турниров надо проводить. Не только там в Екатеринбурге, да и вообще, в принципе, по области. Такие турниры помогают налаживать дружеские связи между городами и регионами, чтобы в дальнейшем на соревнования съезжалось еще больше высококлассных боксеров. В итоге чемпионами открытого ринга по боксу среди юношей бойцовский ринг стали полевчане. Михаил Караджаев, Кирилл Бобовкин, Артур Юсупов, Егор Малых, Илья Ларионов, Евгений Киреев, Кирилл Ашурков, Андрей Пирогов, Максим Свинцов, Никита Курчевский, Вадим Зубарев, Данил Исламов и Дмитрий Крутяков. Порадовали и самые юные боксеры, которые дали бой другим юным спортсменам из Свердловской области и показали свой боцовский характер на ринге. Отрадно, что награду «Лучший боксер турнира» получил полевчанин Дмитрий Крутяков, а также кубок за первое место завоевала наша команда «Боец». Турнир показал, что бокс, да и вообще спорт в южной части Полевского жив и при должном к нему отношении будет развиваться и становиться только лучше. А возрожденный турнир, по уверению организаторов, должен стать традиционным и будет далеко не единственным в южной части. Во дворце спорта физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода прошли игры Кубка Свердловской области по волейболу среди женских команд. В соревновании приняли участие четыре коллектива. Помимо сборной ФСК Северского трубного завода, это команды Ивделя, Сухого Лога и Артинского. Кубок Свердловской области по волейболу среди женских команд проводится уже не первый год и проходит по достаточно своеобразной системе. Областные команды играют в отдельной группе, а представители Екатеринбурга в отдельной. По две команды из каждой группы выходят в финал четырех, где квартет сильнейших команд области между собой разыгрывают призовые места и заветный кубок. Фаворитов, как я говорю, в этих турнирах их просто не бывает. То есть собираются те команды, это не чемпионат, а те команды, которые действительно хотят играть в волейбол и умеют играть в волейбол, и горят желанием. Люди уже взрослые, все уже не 15-летние, не 13-летние девочки, уже взрослые. И поэтому даже уходя от семьи, они идут для того, чтобы, я не знаю, умереть, но победить. Кубок области по волейболу среди женских команд турнир скоротечный, разыгрывается буквально за два месяца. И большая честь, что игры команд так называемой областной группы проходят именно в Полевском, на спортивных площадках физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода. В Полевском мы уже здесь не первый раз зал, даже, можно сказать, обалденно хороший зал. Прием всегда радушный, всегда все чистенько, всегда все, никаких нареканий по судейству, никаких нареканий по секретариату, все налажено, все отлажено, все так, так как надо здорово. Кому-то может показаться, что такое количество команд для Кубка Свердловской области это мало, но восемь сборных, учитывая екатеринбургскую группу, это вполне достаточное количество. И здесь, как отмечают специалисты, у всех команд есть шансы на первое место, в отличие от детского или мужского волейбола, где доминируют екатеринбургские коллективы. На женском кубке они вполне досягаемы для соперника в борьбе за титул. Все досягаемы, то есть это волейбол, мяч круглый, это волейбол, тем более женский волейбол, где можно на одних эмоциях просто выиграть. Женщина не эмоциональная, это другой вид спорта совсем, это не мужской волейбол, где предсказуемо, рассчитано здесь, непредсказуемо совсем ничего. Команды в течение двух дней радовали многочисленных болельщиков искрометным волейболом, демонстрируя яркие комбинации и остроумные молниеносные атаки. В итоге первые два места и, соответственно, путевки в финал остались за командами из Артинского и Сухого Лога. Полевчанкам чуть-чуть не хватило и они довольствовались бронзой. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале, как обычно, в следующий четверг. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на наших сайтах channel11.ru и bajopole.rf На этом у меня на сегодня все, продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом, пока! Субтитры сделал DimaTorzok